Сегодня очень трудно найти неверующего человека. Иногда, когда мы общаемся с людьми, которые не знают или не посещают собрания, они называют себя атеистами. Встречали атеистов. Мы все даже такими были. Но атеизм — это отвержение Бога. Это также вера. Вера — не верить в Бога. Интересно, во что же надо верить? Тогда надо верить в светлое будущее, которое обещали другие люди. Ведь люди тоже обещают нам светлое будущее. Мы все родом из СССР, Советском Союзе, коммунистическая партия. Отец всех народов — Ленин. Какой он там отец, да? И Карл Маркс — это не муж и жена, а три разных человека. Или четыре. Обещали светлое будущее. Сегодня мы можем шутить. За такие шутки раньше расстрел был. Хочу прочитать из Исаии. Ибо младенец родился нам. Это 9-6. Сын дан нам владычество на раменах его. И нарекут ему имя. И нарекут ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножение владычества его и мира нет предела. На престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и вовеки. Ревность Господа Саваофа соделает это. Мы говорим сейчас о вечном президенте. Вы знаете, Христос родился в этот мир и для нас это очень важное событие. Почему? Потому что Он пришел в этот мир как человек. Ни один Бог не стал человеком. Ну, сегодня уже много там из Идии накопали. И других вещей, знаете, индуизм. Там тоже есть похожие вот эти вот подделки. Но Христос точно стал человеком. Рождение Его было в точности предсказано. И в Вифлееме Он родился. Вифлеемская звезда указала. Пастухи пришли и они увидели Марию, которая родила Его в этот мир. Но мы знаем, что Отцом Христа был Бог. Но родился Он как человек. Как человек Он жил и трудился до двадцати лет. Тридцать три с половиной года Духом Святым Он был приведен на Иордан. И крестился и от Иоанна. И открылась Ему небеса. И Дух Святой сошел на Него. Религия всегда хочет Христа оставить младенцем или убитым. А вера, она говорит о зрелом Христе. Когда я с вами читаю сейчас. О Христе, который крестился при водах Иордана. И вошел в синагогу. В городе, в котором Он вырос. На Зарете. И сказал Он такие слова. Дух Господа Бога на мне. Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим. И послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Проповедовать пленным освобождение. Слепым прозрение. Отпустить измученных на свободу. Он цитирует Исаия 61 главу. Проповедовать лето Господне благоприятное. И написано. Все ему засвидетельствовали и сказали аминь. Мы тоже на это всегда говорим аминь. Мы видим зрелую личность. Смотрите. Младенец родился нам. Посмотрите в него. Сын с большой буквы. Сын возлюбленный. Да, написано с небес глаз. Дан нам. Владычество на раменах, на плечах его. Знаки отличия владычества. И нарекут ему имя. Чудный. Советник. Бог крепкий. Отец вечности. Князь мира. Это младенец? Нет. Умножение владычества и мира нет предела. И Библия говорит, что он утверждает царство судом и правдою. Сегодня многим бы президентам поучиться бы и создать на самом деле конституционную страну, где соблюдается закон. Но мы видим, как правители, они используют закон как повод к обращению и господству над народом вместо того, чтобы служить ему. И это крах любого правительства. Христос будет царствовать, служа народам. Великий царь придет в этот мир и будет править из вечного города. Я все-таки думаю, что небесный Иерусалим сойдет на землю. И царство будет оттуда. И мы все небожители будем царствовать с ними, учиться править как минимум тысячу лет на земле. Когда мы смотрим на Иисуса Христа и смотрим на его земную жизнь. Вы знаете, очень важно вот эта картина, которая описана в четвертой главе книги Откровений, где снимаются печати анцам Божьим. И мы с вами видим такую картину, где Иоанн, он был как бы расстроен, разочарован. И написано, я заплакал, что не нашлось никого открыть печати. И подошел к нему один из небожителей, старец, он говорит, не плачь. Вот лето из колена Иудина, который победил, он может открыть эти печати. Он может открыть, развернуть. И история человечества записана в этом свитке. И он правит историей человечества. Мы иногда думаем, что сильные мира сего. Сегодня поднимаются, мы видим, знаете, три таких холма, которые возвышаются над всеми странами. Соединенные Штаты Америки, Россия и Китай. И вы знаете, есть баланс сил. Они боятся друг на друга нападать, потому что растерянны. Когда одни на других нападут, третья страна вступит и возьмет победу. Это как минимум то, что мы сегодня видим. Но правит историей не правительство человеческое, а Бог крепкий. Царь вечности, Бог мира, которому мы сегодня доверяем. И еще вам сказать, что наше доверие, наша вера никогда не будет послышана. В ваших ситуациях. Ситуации, они всегда пытаются нас перефокусировать на видимое и на нас. Библия нас фокусирует на невидимое и на Бога. Как побеждать? Смотреть на Господа. И слушать, что Дух говорит в твое сердце, что тебе делать. И если Бог не говорит ничего, то по одной причине. Потому что ты знаешь, что тебе делать в этой ситуации. Не надо придумывать что-то. Делай то, что ты можешь. Делай от чистого сердца. Но мы вернемся к Иисусу Христу. И вот он проходит это служение, которое было достаточно сложным. Марк в первой главе описывает, что его служение начиналось с раннего утра. Но он не был движен, кстати, нуждами людей. Да, им двигало сострадание. Но не нужды людей. А глаз Господний. Воля Божья. И с самого утра он служил людям до позднего вечера. И поспал на языке часов. Ученики находили его молящимся где-то в удалении в пустыне. Помните эту историю из первой главы Марты? И когда его нашли апостолы и дождались, когда он закончит молиться. Вместо того, чтобы помолиться с ним. Они говорят, Господь ищет тебя. Он говорит, нет, нам надо идти в другое место. Он был движен Духом Святым. Вы знаете, когда мы движены Духом Святым, мы являемся ответом этому миру. Через нас действует сила Божья. Он был постоянно под давлением и напряжением. Создаваемым сатаной. Вы знаете, что он искушая его отошел до времени. Мы знаем, что всегда была религиозная оппозиция. Знатоки Писания. Книжники. Фарисеи. Саддукеи. Вспомните только, когда он пошел в храм. Учил. И они его искушали, испытывали. Спрашивали, какая большая заповедь? Он ответил им. Возлюби Бога, возлюби ближнего. Когда его саддукеи спросили, или фарисеи спросили, а давать ли подать кесарю. Вы знаете, этот ответ меня до сих пор удивляет. Наверное бы я сказал, вы знаете, надо в храм давать. Ну тогда ты поднимаешь восстание, потому что Рим, вся его система была построена на выкачке ресурсов из всех народов. И все стекалось в этот город. Кесарю. Но он сказал, отдайте Богу Божье, а кесарю кесарю. Никогда он не поднимал никаких бунтов и восстаний. Потому что его целью было достигать людей. Вырывать их из этого мира тем ресурсом, который он получал от Бога. И никогда у нас не будет ресурса Божьего на выполнение чьей-то другой воли, кроме воли Божьей. Поэтому для всех нас разумно уподобиться Ему и спросить Господь. А что ты желаешь, чтобы я делал сегодня? Какая моя часть в том вечном замысле, который ты имеешь для меня? Був испытан и саддукеями, которые спросили Его воскресенье и придумали эту историю. Сколько там было мужей? Семь, да? Или пять? Я уже не помню. Помните это? Они говорят, а у одной женщины было пять мужей или семь? Я уже не помню сколько. Семь. Вообще такое возможно? Ну ладно. То чьей женой она будет при воскресении? И Господь ответил на этот вопрос очень мудро. Он говорит, вы не понимаете ни воскресенья, ни силы Божьей. Потому что Бог при Купине сказал Моисею, я Бог Авраама. Для саддукеева Авраам был мертв. Исаака и Якова, это были люди, которые жили уже давно на земле. И он говорит, он не есть Бог мертвых, он есть Бог живых. Он говорит, ну ладно, уже я вас их спрошу. А Христос, Он чей сын? А они отвечают Ему? Давидом. Он говорит, как же Давид Духом Святым сказал? Сказал Господь Господу моему, это второй псалом. Сиди и одеснуй меня, доколе положу врагов твоих под ножием ног твоих. Это картина. Я взглянул и я увидел Агнца Божьего. Вы знаете, мы побеждаем тем, что мы подаблимся Христу в Его характере. Потому что характер Божий – это основание для действия славы Божьей через твою жизнь. И этот мир на самом деле Бог не покоряет силою, давлением, диктатом, контролем. На самом деле, когда я вот сейчас смотрю на церковь, сейчас у нас будет целая программа. На то, что все это сделано. Вы знаете, я вижу, как эта церковь, она расцветает. Она достигает вот этой красоты. В ней есть красота. Я вижу прекрасных людей в этой церкви. Красота, зрелость. Дети красивые, подростки нескладные. Но зрелость – она красивая. Помните, есть одно такое место, в Псалмах, где… Я не помню номер Псалма, где Псалмопец говорят, «Язык мой трость скорописца. Песть моя о царе». Помните этот Псалм, да? Там написаны такие слова. «Стала царица в афирском золоте». Да? «Стала». А в песне мы читаем, что она говорит о себе, эта невеста, эта церковь, я достигла полноты. Так вот я вижу сейчас, как достигается полнота, когда церковь становится зрелой, способной приносить плоды угодные Богу, как эта зрелая виноградная лоза. И мы знаем, что испытав Его, перед Пасхой, Он совершает Пасху с учениками, Он был взят, распят и убит, и умер как человек. Родился как человек, трудился как человек, служил как человек, исполненный Духа Святого, умер как человек, и воскрес как человек. О чем это нам говорит? Братья и сестры, ведь в Нем вся наша жизнь. Мы тоже родились в этот мир. Мы тоже трудимся и живем, и служим, как Он. И если нас смерть застигнет, потому что, ну, мы все ожидаем пришествия Господа. Апостолы ожидали. Апостол Павел говорит, что мы, оставшиеся в живых, не обгоним умерших, да? Но что с нами произойдет? При последней трубе, во звании и гласе Архангела, что с нами произойдет? Мы все изменимся. Но в этот же момент умершие выйдут из могил тела, для того, чтобы воссоединиться с душами праведников, и эти тела воссоединятся с ними на небесах. Во мгновение будем подхвачены Господом на облако, на встречу с Ним, и так всегда с Господом будем. Знаете, Христос стремился в небеса. Он никогда не жил земной жизнью в плане того, чтобы иметь достаток уют и так далее. И вы знаете, Бог разваливает наш уют, Бог разваливает наш комфорт, Бог допускает какие-то вещи, потому что для христианина ненормально жить только тем, чтобы устроить свою жизнь. привязаться. Он говорит, вспомните жену Лотову, как она была привязана к Содому. Вот мне интересно эта семья. Не сужу, просто размышляю вслух. Написано, что Лот, живя среди людей неистово развращенных, мучился. Мне вопрос, что ты там сидел? И настолько семья была привязана к земным вещам, вы знаете, что жена стала соленым столбом, а дочери спали со своим отцом. И это они считали нормальным. Вы знаете, вот так привязываться к земной жизни. Христианин должен стремиться в небеса, как птица. И клетку мы сами себе можем построить. Поэтому, когда мы подражаем Христу, и вот, знаете, тайны Писаний, с которыми я с вами делюсь, над которыми я размышляю вместе с вами. Написано, что, умирая на кресте, в разорванном теле, тело было разорвано, разбито, на нем висело все проклятие и весь грех. На нем Отец явил свой гнев, о чем мы вообще имеем очень смутное представление. Когда люди говорят, что Бог на них гневается, это смешно. Может быть, какое-то поучение Бог дает в этом мире. Но гнев Божий на Христе. Я хочу сказать, что это очень большое благословение для тех, кто сегодня не с нами, для тех, кто в мире, во грехе. И поскольку они еще на земле, для них еще есть возможность сознательно прийти к Господу. Но гнев Божий смягчет. Вы знаете, о чашах и о трубах к ней и откровениям. В какой-то степени будет проявлено его негодование над народами. И я не думаю, что это будет полная мера. Хотя это будет ужасная вещь. Катаклизмы. Последней фразой на Христе была фраза «совершилось». Совершенно исполнили. Ничего нельзя добавить, ничего нельзя отнять. Это меня толкает только к одной мысли. Взять это. Принять это в свою жизнь. Впустить это в свою жизнь. Тело его положили в могилу. Дух свой он верил Господу. Потому что сказал «Господи, веряю Тебе, Дух мой». Да? А душа спустилась в преисподние места земли. Этого уже никто не объяснит. Ни одна теология и ни один ученый. Это просто истина, которую мы принимаем. И написано в книге Деяния, первая проповедь Петра, вторая глава. Написано «И мука смерти не могла удержать его». Будучи в аду, он духом говорит «Видел я пред собою Господа всегда, и Бог надеснуй меня, дабы я не поколебался». Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть мое успокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему видеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости и пред лицом твоим наслаждение в деснице твоей. Он восстан из мертвых. Он поднялся на небеса. И он сегодня царствует. И сегодня с небес он видит, что происходит в каждой жизни, в каждой поместной церкви. Поэтому говорю вам, будем славить, и будем праздновать, и веселиться. Ибо в этот мир пришел Господь, и оставит он этот мир вместе с нами. Никого из нас не забудет. Потому что имя он вписал в книгу жизни. Я так благодарен Богу, что он не послужной список в книгу жизни вписывает, а мое имя. Твое имя вписал? Да! Слава Господу! Аллилуйя! У нас сейчас концертная программа. Поэтому будем радоваться, будем наслаждаться тем, как люди нам служат. Да благословит вас Господь!